Здравствуйте, друзья! И сегодня у меня вновь заготовка в автоклаве, заготовка впрок. Мне очень нравится готовить, делать заготовочки. Сегодня у меня заготовка из рыбы. Рыба очень простая, ментай. Так что будем готовить по рецепту, который там в инструкции по эксплуатации автоклава. Малиновка. Малиновка автоклав. Мне очень полюбился. Вот скажу простые ингредиенты из этого рецепта. Значит рыба по 500 грамм в полулитровую баночку укладывается. Соль 5,5 грамма. Перец черный горошек по 3 штучки. Лавровый лист, один листик. И масло растительное 15 грамм. Вот такие затраты на эту рыбную консерву. Обожаю. Готовить некогда. Прибежали, открыли. Баночка с удовольствием поедается. Я уже говорила, у меня сын дальнобойщик. Он берет в дорогу. Вот такая рыбка. Я ее готовлю. Обрезаю у нее плавнички. Облагораживаю ее. Сейчас я все обрежу. Перемою. Нарежем на кусочки. Будем укладывать в баночки. Я вам все это покажу. Эта консерва может стоять не один год. Один, два, три года. Знаете, как удобно. На работу вот взять. Сейчас же, как у нас работают наши сыновья, мужья. Они же все, кто где. Поэтому вот для них это очень удобно. Не надо бежать в какой-то магазин или в столовую. Можно дешево и сердито покушать. Вот такую вкусную консервочку. Намываем баночки. Готовим. Стилизовать ничего не нужно. Просто и очень быстро. Автоклав все сделает за нас. Продукция будет чистая, качественная. Убиваются все, какие были бактерии. Но вкус и полезность сохраняется. Рыбка перемыта, чистенькая. Вот все внутри прочистили. Вы готовите сами для себя. Знаете, что вы уже положите в баночку. Какой у вас будет продукт. Все прочищено. Теперь нарезаем на кусочки. Ну, вот такие примерно кусочки. Сервирование пищевых продуктов с помощью автоклава помогает предотвратить развитие патогенных микроорганизмов, таких как ботулизм, что делает наши продукты безопасными для употребления. Баночки промыты, подготовлены. Стерилизовать, я уже говорила, не нужно. Закладываем лавровый лист. Я по большому листику не кладу, чтобы не горчила консерва наша. Поломаем вот так листик на несколько частей, если большой. Уже у нас проверено. Если большой листик закладываем, получается горьковатый вкус от лаврового листа. Поэтому не злоупотребляйте лавровым листом. Перец черный горошек. Ну, я его не считаю. Так, штук по пять, наверное, как вот я захвачу. По рецепту там три, но нам он не мешает. Вот так. Готовим дальше. Соль я сразу взвешиваю. Рыбы пять килограмм. И взвешиваю десять грамм на килограмм рыбы или мяса. Идет десять грамм. А у меня пять. Значит, пятьдесят грамм соли. Пятьдесят грамм соли. Я сразу хочу высыпать в таз и перемешать равномерно соль с рыбой. Чтобы она равномерно распределилась. У меня вот здесь стоит тазик. Я здесь буду все перемешивать. Сейчас будем накладывать баночки. Наполняем баночки. Укладываем так, как нам нравится. Рыбка уже соленая. Давайте вот эти брюшки, они беленькие, чистые, вот так будем подправлять и ставить. Чтобы рыбка хорошо вмещалась. Чем хорошо самому готовить в автоклаве, мы знаем, что мы сюда закладываем, какую продукцию. И такое получаем качество. Вот так вот наполняем баночки, чтобы до конца оставалось два сантиметра. Ну, не полные. Рыбка даст сама сок. Сверху у нас еще будет растительное масло. Баночки наполнены, готовы. Рыбы было взято 5-200. Обрезали плавники и хвостики. И как раз 5 килограмм у нас получились 5 баночек 0,7 и 5 баночек 0,5. Сейчас в каждую баночку нужно добавить 15-20 миллилитров растительного масла. Ну, я уже замерила. Столовая ложка как раз получается хорошо. Накрываем крышками. Крышки тоже стерилизовать ничего не нужно. Консервы можно делать и крышками винтовыми. Твинс. Но там вообще удобно. В бак не надо наливать воды. 1-2 литра всего в автоклав наливается. И все. А с этими крышками в автоклав вода должна наливаться, чтобы вода стояла повыше этих баночек. Кассета собрана в два ряда. Собирается очень легко. Вот такие здесь вот поддончики. Шпилечки вот такие ставятся. Вот это удлинитель идет. И крепится вот за ручку и ставится в автоклав. Смотрите инструкцию. Очень легко и просто. Заливаем воду. Вот так. Вода выше уровня кассеты. Устанавливаем градусник. Для рыбы, для консервы, мы набираем температуру до 115 градусов. И 40 минут выдерживаем ее. И будет консерва готова. Ну вот. Все. Наша тушеночка готова из рыбы. Посмотрите, какие кусочки. Сейчас будем открывать, пробовать. Такая рыбка. Хорошая. Сейчас откроем и попробуем. Кусочки целые лежат. Посмотрите, как рассыпается. Косточки попробуем сейчас. Где у нас косточки? Вот косточка прям. Сейчас я пробую сниму. Во рту тает. Ой, как мне нравится соль вообще. Равномерно. Вкусно. Нежно. Мягко. Ароматно. Сейчас попробую бульончик вот этот. Не пересолено. Отлично. Ну что скажешь. Автоклав Малиновка 4. Выручалочка. На 35 литров. Можно приготовить 21 баночку. Можно 14. Можно 7. Можно так, как мы. Вот 10 баночек. Это все в ваших руках. Сколько вам, сколько вы готовите. Ссылочка, где я приобретала автоклавку, будет под видео в описании. Смотрите, выписывайтесь, пользуйтесь. Облегчайте свой труд. Продолжение следует.